Депопуляция здесь началась в 60-е годы, когда еще вроде все было там как-то. Это Псковская область, это пионер, так сказать, депопуляционных процессов в европейской части России. У нас пик населенности был в начале 30-х годов. Здесь на этой территории жило около 2 миллионов человек. Сейчас чуть больше 600 тысяч. Вот так вот это все сползает. И на самом деле, между прочим, это вопрос, так сказать, дискуссионный. Почему это происходит, почему вымирание происходит в Псковской области? То есть, есть какие-то понятные ответы, да? Там всякие эти демографические ямы, деиндустриализация и все такое. Но вот, повторюсь, в 60-е годы это началось. То есть, когда еще там и работа была. Вот, значит, действительно ли она вымирает? Ну да, население сокращается. Насколько здесь, в общем, почему это происходит? И почему она депрессивная? Ну, слушайте, это, конечно, не вполне правда, что здесь прям вообще нет работы. Вот, и, знаете, это вот мои как раз здесь вот пациенты очень часто. То есть, люди приходят очень часто. То есть, есть такая категория функциональной алкоголики. Это люди, которые пьют и работают. Это вот такое, то есть, они... А, ну, большинство людей говорит, ну, как хочу это. Вот, все, жизнь ужасная, работы нет. Вот, куда я пойду? Но есть другие, там, в городе Пскове 200 тысяч народов живет, да? И когда мне человек приходит и говорит, что нет работы, но остальные-то 199 тысяч 990 человек, они где-то работают. И как-то вот они... Я не видел еще ни одного умершего от голода. То есть, там, люди, которые вот в Пскове. То есть, кто-то лучше, кто-то хуже. Я думаю, что это, ну, зависит все-таки очень часто просто от отношения к жизни или качества человека. Хотя, конечно, здесь, знаете, я в Псков переехал довольно давно. То есть, как переехал? Я здесь учился в школе, вот, в музыкальном училище. Потом довольно долго жил в Петербурге. А когда переехал в Псков обратно, вот, то у меня было такое понимание. Я понял, что здесь работу, круг общения и развлечения надо себе создавать. То есть, готовых нет. Вот. И это отличие от, скажем, Петербурга, где я могу, там, не знаю, пойти и поискать работу, найти ее, пойти и поискать какое-нибудь там занятие. Вот. Сейчас, конечно, уже не так, и я ленивее стал. То есть, раньше сам как-то себя устраивал. Круг общения, это были студенты мои. Вот. Или там развлечения, какие-то концерты, какие-то там активности, которые сами мы делали. Вот. Сейчас, конечно, уже есть какие-то вещи, которые другие люди мне незнакомые сделали, мне они интересны. Но в целом, конечно, вот эта ситуация, она остается. Вот. Вот здесь меньше готового. Ну, вот и там, может, она тема интереснее даже как-то. Вот такой. Вот. Но есть свои особенности в жизни в большом городе и в жизни в небольшом городе. Чем Питер хорош? Шагнул за порог и нет тебе. Это город анонимности абсолютной. Вот. А я иду по Пскову, там, с дочкой. Она говорит, ты у тебя, с тобой, почему все с тобой здороваются, это самое? Тебя что, все вообще знают? Я говорю, ну, не все, но, наверное, примерно половину жителей Пскова я так или иначе знаю. Мне это очень нравится. Вот. Кому что нравится? Я в ручье действительно очень давно уже. То есть вот с отцом Александром-то мы знакомы с начала 90-х годов. Это мы очень старый друг еще, так сказать, до начала его этой деятельности. Вот. И сюда-то, в общем, ну, так получилось, ну, друзья просто здесь оказались для меня важные, которые попросили помочь. Когда еще... А я тогда был, ну, действительно работал в журналистике. Вот. За деньги. Вот. Как бы мне нужны были деньги. Я был молод, мне нужны были деньги, и я пошел в газету-коммерсант работать. Вот. И насколько я вот там как-то что-то мог написать, они сказали, ты можешь вот там про нас написать там какое-то... Я просто сначала, ну, вот, каким-то там пиаром занимался, там, какие-то вот, ну, тексты фабриковал про ручей. Вот. И там как-то договаривался, чтобы кто-нибудь приехал, там, написал и снял. А потом, когда во Псков, вот, в Псковскую область все это стало переезжать. То есть это, в общем, все эти мои там музыкальные, театральные, институтские и так далее, вещи не были параллельны ручей всегда. Вот. Это, так сказать, канва такая основная. Вот. Вот здесь я к тому времени, здесь уже был на Пскове, у меня было очень много связей, и я просто двумя руками влез, потому что нужно было там, не знаю, устраивать уже не только там, не знаю, поездки журналистов, а, ну, какие-то ремонтные вещи там или там с администрацией общаться. Вот. А я перед этим там какое-то время поработал в областной администрации. Тоже у меня есть объяснение. Но я не знал, что это такое, потому что мне сказали, что хочешь там в Комитете по культуре поработать. И у меня была такая идея, что я, если буду работать в Комитете по культуре, то я как-то смогу там какие-то культурные хорошие вещи делать. Это нет. И тут это невозможно. Вот, в общем, это совсем про другое. Но все-таки я там какой-то, пожил там, не знаю, полтора года жизнью чиновника, понял, как это работает. И мне это потом, конечно, помогало. Я, по крайней мере, не злюсь, например, на людей. Знаю, как бумаги писать. Вот. И понимаю, что они там не всесильные, мягко говоря. Вот такие рабы-лампы. Поэтому, в общем, там, ну вот. И к тому времени как-то у меня были, например, связи там в администрации. Я вот начал. Это помогало. И так далее. Поэтому, в общем, ручей это как-то вот уже, ну, больше десяти лет такое все-таки. Мне самому очень ручей много дает, понимаете. Это же ведь начиная с того, что я просто понял какие-то, так сказать, я, можно сказать, прошел реабилитацию превентивно. То есть мой образ жизни и мой склад личности, он, несомненно, привел бы меня сюда в качестве пациента, если бы мне повезло. Но я, так сказать, вот какую-то прививку, что я увидел со стороны. Не в смысле, что какой ужас происходит, а в смысле как это происходит и с кем. И понял, что вот у меня просто, я сейчас просто на подходе. Вот. Ну и как-то вот. Потом люди очень хорошие. Знаете, нет лучше людей в жизни я не встречал, чем наркоманы и алкоголики. Вот. Я имею в виду не вообще все, а вот. Потому что там действительно, человек оказывается в такой ситуации жизнью, потому что он будет либо мертв, либо счастлив и честен. Вот. И, ну, а с счастливыми, искренними людьми очень приятно общаться там. Я люблю очень круг общения, который мне дает центр ручей. Вот. Ну и вообще вся эта работа. Но интересно, это страшно. Страшно интересно.